Новый 2017 год в столице Казахстана встретят одни из самых популярных звезд российской эстрады, среди которых экс-виагра Анна Седокова, королева R&B Бьянка и певица Ханна. Прошлый Новый год в Астане отмечали Иван Ургант и Максим Галкин. Самые высокооплачиваемые звезды будут развлекать столичную публику на закрытых вечеринках, стоимость билетов на которые доходит до полумиллиона. Причем билеты уже не достать. Наш корреспондент Бутагос Саркулова выяснила, сколько стоит новогодний банкет в столице. Макеты буровых вышек, щедро расставленные в российском ресторане, недавно открытом столице Казахстана, будто наглядно демонстрируют, с чем ассоциируют и как видят казахстанцев-россияне. Открывая VIP-заведение в пик экономического кризиса, владельцы, видимо, совсем не сомневались в платежеспособности казахстанской публики и не прогадали. Свободных мест на новогодний ужин в ресторане почти нет, при том, что столик в эту ночь стоит от 100 тысяч до полумиллиона. Четыре дня до Нового года и осталось буквально пара столов. А как давно вообще покупали? С 1 декабря, наверное, даже с ноября. В среднем по Астане встреча Нового года в ресторане обойдется примерно в 25-35 тысяч тенге на человека. В стоимость входят праздничные угощения, развлекательная программа и напитки. Есть и сегмент лакшери. К примеру, гала-ужин в столичном пятизвездочном отеле максимально обойдется почти в 200 тысяч тенге. В аналогичном отеле в курортной зоне Боровое в 2,5 раза дороже. 31 декабря у нас будет новогодний гала-ужин. Ведущей будет команда КВН «Спарта» 2-е место высшей лиги КВН. Хедлайнер «Вечера Бьянка» будет выступать в 165 тысяч тенге и 190 тысяч тенге на человека, в зависимости от рассадки. Столы, где возле сцены, 190 тысяч тенге. Входят, ну, собственно, шоу, собственно, меню и неверничное количество алкоголя. Программа будет только для гостей отеля, для проживающих, то есть с улицы. Если кто-то хочет зайти, то не получится. Но номеров уже в наличии нету, уже давно нет. Программа будет гала-ужин с участием звезды Анны Седоковой. Был пакет на три ночи, стандартный номер, 150 тысяч 200 тенге. Ну, уже, наверное, недели три как нету места. Выступление звезды эстрады или популярный ведущий для ресторанов – один из составляющих коммерчески успешного новогоднего банкета. В тучные годы увеселительные заведения и компании предпочитали пользоваться услугами ивент-агентств. Те полностью брали на себя организацию праздничной программы. Но кризис все же внес коррективы. И сейчас новогодние программы в основном рестораны готовят сами. По рассказам координатора столичного ивент-агентства, самыми платежеспособными клиентами сейчас являются национальные компании. Но корпоративные вечера они предпочитают называть тимбилдингами. Есть в ивент-агентствах и свой рейтинг казахстанской звезды эстрады. Несомненно, все сразу спрашивают, что делает Кайрат Нуртас в эти даты. Конечно же, это группа Домино, это Кешью, это Айкен. Они топовые, они самые популярные. Если мы говорим о публике, где есть, не есть, а преобладают взрослые люди, они хотят, конечно же, видеть легенду нашей эстрады Тарозу Рымбаеву. Пожертвовать праздничным банкетом в пользу благотворительности – тренд, который в Казахстане наметился недавно. С помощью социальной сети мы попытались найти компании, которые решили пойти по такому пути. Очень креативная идея новогодняя заваруха только для смены даты в календаре. А многие детишки и старики из малообеспеченных семей и в домах престарелых, детдомах, очень много онкобольных. И туберкулезники были бы и рады. И маленьким, внимание, материальная поддержка. Я предложила, но меня чуть не заклевали. Сказали, что с ума сошла. Наш фонд помощи детям с синдромом Дауна рассылал предложение с подобной акцией по предприятиям города. Но никто не откликнулся. С другой стороны, люди тоже работают, и им нужны приятные моменты. А благотворительностью сейчас очень просто заниматься стало. Везде множество информации от волонтеров. Деньги на Киеве легко можно перечислить. И в центрах специальные ящики для сбора средств стоят. Было бы желание, помогай хоть каждый день.